Всем привет и в этом видео мы с вами поговорим, как можно быстро и продуктивно прокачивать своих героев в 6 сезоне. Для начала уясняем следующий момент, что отныя, ну или пока что, прокачка будет разделяться на 2 этапа. Первый этап это с 1 по 60 уровень, то есть теперь это максимальный уровень героя, а затем мы прокачиваем наши уровни парагона, то есть с 1 по 300. Ну и по сути нашей главной целью как можно быстрее прокачаться с 1 по 60, потому что дальше это начинается уже скажем так поток, в зависимости от того какие вы соберете легендарные уникальные приметы. Как вы сформируете билд, так вы и будете фармить сложности из сезоне 1, 2, 3 и 4, то есть тут по сути вам ничто не поможет, кроме конечно отдельных механик, о которых мы сегодня поговорим. Так как в любом случае, в большую часть времени мы будем проводить в ямах. В ямах качать уровень парагона, в ямах прокачивать глифы, но это как бы основа. В то же время не забываем один момент, что отныне и впредь у нас парагон общий на учетную запись. Что это обозначает? Допустим, вы начали играть в 6 сезоне наследником духов. Вы взяли максимальный уровень героя и прокачали допустим 120 единиц парагона. Затем вы решили поиграть с некромантом. И как только вы некромантом берете 60 уровень, у некроманта будет тот же 120 парагон. Следовательно, если вы замечаете, что один персонаж где-то сильнее другого персонажа, а значит вы быстрее сможете выйти допустим на сложность из сезоне 4, там естественно прокачиваться, то лучше поиграть с сильнейшим персонажем, чтобы за счет его силы быстрее поднять себе парагон как можно выше, а затем допустим поиграть с другим персонажем, которым допустим вам приятнее играть по геймплею. Но это как такой тактический вариант, не более. Что касается прокачки с 1 по 60 уровней героя, то тут надо разделять тоже два момента. Первый момент это для тех игроков, у кого дополнение есть, у кого дополнение нет. Для начала давайте затронем момент, если у игрока дополнение нет, потому что этот способ подходит абсолютно всем. Итак, как только мы создаем нашего первого героя, выбирайте оптимальный уровень сложности для вас. На 4 лезть не смысла, вы там быстренько отгребете. Как всегда, самый оптимальный вариант это вторая сложность, потому что там вы будете получать больше опыта. Но вот когда уже со второй сложности переходить на третью, во время прокачки вы будете сами это уже прикидывать. Почему прикидывать? Потому что после ПТР компания Близзард изменила соотношение урона и здоровья противников. Поэтому все это будет проверяться методом проб и ошибок. Затем безусловно, чтобы качаться быстрее, вы должны находиться в группе. Потому что если вы находитесь рядом с игроком, вы получаете больше опыта. Если вы находитесь в группе, получаете еще больше опыта. Не забываем про флаконы, потому что под действием флакона вы получаете тоже больше опыта. Что касается благовоний, то тут надо будет все это дело оттестировать. На каком из уровней с 1 по 60 будут открываться следующие и следующие и следующие благовония. Но в любом случае про благовония тоже не забывайте. Далее безусловно, мы фармим Адский Натиск. Потому что в Адском Натиске у нас имеется огромное количество противников, различных ивентов. Ну и что немаловажно, очень много легендарных приметов мы можем оттуда достать. Тем самым мы и опыт качаем, и быстрее билл собираем. Хотя бы базируясь на легендарных приметах. Когда вы будете фармить Адский Натиск, у вас в правом углу будет заполняться шкала прогресса. Естественно, для призыва Пекла Рожденного. После убийства Пекла Рожденного вы получаете нечестивый разум. Это тоже флакон. Как только вы его получаете, сразу активируйте. Потому что под действием этого флакона и уровень противников возрастает. Но также вы будете получать больше злы. Больше злы получаете, быстрее будете открывать все сундуки, которые существуют в зоне Адского Натиска. А это обозначает, если вы все сундуки открыли, то с фармом данного контента можно повременить. А переходите к другим. В то же время, когда будете фармить Адский Натиск, вы будете еще в этой зоне выполнять различные поручения. Поручения выполняете. Шкалу дерева заполняете. К дереву возвращаетесь. Это задание сдаете. Получаете тоже экспу. Многие задавали вопрос, а по поводу Орды можно ли по-прежнему качаться в Орде? Однозначно можно. Это контент игры в целом, его разработчики никуда не убрали. Его просто сделали лучше в плане наград, финальных наград. Но об этом мы уже разговаривали. Повторяться в этом видео не буду. Затем, начиная с шестого сезона, мы гораздо больше опыта будем получать еще и в кошмарных подземельях. Поэтому пока в Натиске перерыв, можно подбегать к кошмарной подземелье. Но самое главное, не забывайте о новом контенте, который появляется с шестого сезона. Так как его мы должны фармить в первую очередь. Как минимум раз в полчаса. Потому что когда мы будем фармить этот контент, у нас появляется возможность получить новый флакон. Так называемый опал. Их существует пять типов. Ну и если вы еще не знаете, как фармится контент с шестого сезона, я уже все это дело рассказывал в одном из своих прошлых видео. Так что посмотрите, если не знаете. Сейчас мы продолжим, но пока я хотел бы вам представить моего партнера, кем является сервис Geek Store. К которому я вам рекомендую обратиться, если вам требуются какие-то услуги по Diablo 4. Перебрести игру, дополнение, пополнить баланс, получить коды пополнения. Причем на любые платформы. ПК, а также консоли, как PlayStation и Xbox. Ребята надежные, я с ними уже сотрудничаю более двух лет. Поэтому, если вдруг какая-то помощь потребуется, обращайтесь в Geek Store. Ребята проконсультируют и помогут. Ну а все ссылки для связи я оставлю в описании. В чем плюс данного флакона, что он постоянно в течение получаса дает нам прибавку в 15% на баф по XP. Ну а сами понимаете, это хорошая, классная цифра. Вот поэтому данные механики, как флакон, опал, ну и благовоние, мы тоже будем использовать, когда будем прокачивать наш парагон. Поэтому сезонная тематика будет классно нам помогать. В то же время, когда будете фармить этот контент шестого сезона, во время фарма тоже будет встречаться немаленькое количество противников. А значит, вы и на них тоже немалое количество опыта поднимите. Вот поэтому такой и алгоритм. Фармим натиск, затем контент сезона. Натиск, контент сезона. И все это дело разбавляем кошмарными подземельями. Потому что в подземельях вы будете еще, мало того, что лут получать, которого будет падать больше, XP будете больше получать, ну и ресурсы, которые нам потребуются для того, чтобы призывать убербосса, а также получать ресурс для открытия ям. И безусловно, это не обозначает, что таким образом у вас не получится качаться после 60 уровня. То есть, когда вы будете качать парагон. Конечно же можно. Это можно делать и на истязание 1, вплоть до истязания 4. И еще раз напоминаю, что на истязаниях вы будете получать баф на XP гораздо, гораздо больше. Поэтому если у вас урона и выживаемости хватает, то прокачка там будет тоже эффективной и быстрой. Просто чем дольше вы будете игнорировать яму, тем сложнее вам будет потом играть. Потому что когда вы прокачаете глиф, а эту прокачку мы можем реализовать только в яме, вы будете гораздо сильнее. И если будут находиться рядом два одинаковых игрока, одинаковые по парагону, но одного будут глифы прокачаны, у другого нет. Разница в уроне и в защите будет много больше у того, у кого глифы есть. Ну а теперь что касается игроков, у которых есть дополнение. Дорогие друзья, напоминаю, что у нас будет довольно-таки приятная вкусняшка в виде эндгейм-контента, который называется «Подземный город Кураст». Ну во-первых, данный контент фармится совсем несложно, во всяком случае мат-часть. Но во-вторых, чтобы активировать данный контент, нам потребуется один из четырех ключей на выбор. Но самый первый вариант — синий ключ. В виде дополнительной награды он будет давать нам гораздо больше опыта. Поэтому как только у вас ключи будут появляться, обязательно их пробегайте. Потому что здесь вы будете получать тоже немаленькое количество опыта. Ну и если сравнивать единицу времени, то вы получите его здесь больше, нежели те игроки, которые будут фармить иной контент. То есть те, которые не имеют дополнения. Это как-никак тоже отдельный плюс. Ну и еще один момент, о котором стоит упомянуть. Обычно все про него забывают, на него забивают, я в том числе. Потому что когда он проявляется, от него как бы толку совсем мало. Напоминаю, что постоянно в сезонных кампания Blizzard активирует такой ивент, как благословение матери. Ну а это обозначает, что мы гораздо больше будем получать голды, но самое главное — опыта. Поэтому я более чем уверен, что этот контент будет востребован. Точнее, баф. Так как не все к тому моменту, когда его активируют, будут уже 300-го парагона. Более чем уверен, что не все. Поэтому я уверен, что он однозначно пригодится. Не знаю, как минимум, наверное, мне. Но что касается контента Легиона, то я бы его тоже не игнорировал. Если вы видите, что время начала Легиона уже вот-вот подошло, однозначно туда перебегайте. Потому что когда вы будете фармить это событие, там перед началом Легиона можно активировать костры. Но этот баф, который мы получаем от костров, он тоже повышает наш опыт. А там тоже противников немало. Ну и когда вы зафармите Легион, вы тоже получите в итоге много экспы, как и ресурсы для призыва убербоссов. В целом, дорогие друзья, это вот такая последовательность действий. В любом случае, 300-ый парагон быстро взять не получится. Это не так, как было раньше. За 10, 15, 20 часов все прокачались до максимума, и все радуются. Сейчас такой халявы не будет. Ну а как это все будет восприниматься, скоро узнаем. Но я надеюсь, в свою очередь, что это видео кому-то из вас поможет. Кто будет стартовать 6-й сезон. Ну а здесь я с вами прощаюсь. Благодарю за внимание и за просмотр. Не болейте, ну и желаю удачи. Прокачки ваших героев.